Всем привет, с вами Галактики. Сегодня мы будем играть в Аркейдж и будем заниматься заданиями на большое пугало, цепочкой заданий. И я думаю, что в этой серии мы как раз всё сможем сделать. Я когда-то записывал уже ролики по данной игре, кто не знает, это MMORPG с продвинутой такой системой крафта с интересной, с фермерством, с постройкой домов кораблей, с морскими баталиями. В общем, довольно интересная игрушка, в которой очень много возможностей. Можно с аквалангом искать подводные сокровища, заниматься рыбалкой с рыбацкой лодки. В общем, довольно интересная такая игрушка, фри-то-плей условный такой, но, конечно, без премиума тут играть бессмысленно. И, собственно, ролики я по этой игре записывал. Кому интересно, можете с ними ознакомиться. Я попробую не забыть добавить ссылочки на эти ролики в описании видео. Ну и, собственно, давайте приступим к квесту на большое пугало, то бишь на большую нашу фермочку. Первую мы получаем на 10-м левеле, там совсем всё просто. А вот до большой придётся докачаться до 30-го. И по получению 30-го уровня у торговца Эйшера можно взять первую часть квеста. Товары для земли, говорящих камней. И, собственно, за этот квест нам ещё дадут первого нашего ослика, ездового, на котором мы сможем возить все эти тяжёлые грузы. Вот. Собственно, поехали выполнять задания потихонечку. Материалы у меня уже есть, по идее, для всех заданий в данной цепочке. Поэтому я буду периодически нажимать на паузу, пока буду вести эти товары в нужные места. И потихонечку, потихонечку мы, я думаю, за это видео сделаем данное задание и получим большое пугало. Вот. Игрушка, конечно, очень сильно поменялась с тех пор, как я играл. Просто невероятно сильно поменялась. Я реально просто даже не мог понять, сообразить, что и как тут делать надо. Много гайдов пришлось почитать заново. И информацию, на самом деле, очень сложно найти по последним обновлениям, потому что она просто зарыта под горой информации о более старых версиях. И это немного удручает. Ну, в общем, будем потихонечку разбираться. Это мой второй персонаж с второго аккаунта. По очереди с моей женой. В общем, играем этим персонажем. Вот. И, собственно, здесь у меня еще вот это вот маленькое пугало только стоит, на котором только вот оливы растут. Остальные уже испортились. Ну и пока больше ничего тут не растет. Готовлюсь к сносу маленького пугала и, собственно, к переезду на большую фермочку. Вот. Собственно, да. Нам нужно приготовить товары для земли, говорящих камней. Для этого нам нужны 50 измельченных лепестков цветов, сертификат торговца и 12 штук оливок. Давайте мы купим измельчителя. У меня их, по-моему, нет на этом персонаже. Да, чудо-измельчителя нам нужны для того, чтобы как раз измельчать цветы и получать измельченные эти лепестки. Найдем сейчас чего-нибудь... Это... Че там? Ну, правильно, лепестков цветов. Давайте клевер немного измельчим. Нам, наверное, одного клевера не хватит. Да. Давайте что-нибудь еще найдем. Лепестков цветов. Да. Хорошо. И немного оливок. Оливок. По-моему, у меня все оливки на моем другом... Нет, вот есть оливки. Все хорошо. Все хорошо. Мы можем сделать себе теперь уже этот груз и везти его... А, нужно, да, сертификат торговца еще купить, точно. Сертификат торговца стоит 50 серебра, довольно дорогостоящий, но за выполнение данного квеста, точнее за продажу этого груза мы получим около 3 золотых монет, так что все нормально. Заходи. Вот. Купили сертификат торговца и крафтим. Так, хорошо. Груз у нас появился за спиной, мы теперь очень медленно идем и идти будем довольно долго, поэтому желательно пользоваться разными средствами транспортными, да, то бишь, дилежанцами. Тут как раз где-то должен быть дилежанцик. Ну, в общем, я пока топаю, нам нужно отправиться вот по этой дороге в землю говорящих камней и, собственно, привезти вот сюда этот груз и там же его и сдать. Вот, поэтому я пока нажму на паузу и потихонечку пойду, пойду, дальше будет быстрее, когда мы того же ослика получим и дальше еще быстрее будет, когда трактор там появится, на тракторе можно гонять грузы, возить целыми кучами. Ну, в общем, это все в далеком еще будущем, относительно в далеком. И если вам интересные видео по данной игрушке будут, ребят, то не забывайте ставить лайки и напишите об этом в комментариях. Если же кто-то хочет, может быть, там как-то поиграть со мной, да, или просто добавиться в друзья, я играю на сервере... Слушайте, я забыл, как сервер называется. В общем, это самый последний сервер, я добавлю название в описание сервера и ники моего основного, ну, моего основного персонажа галактики зовут, да, это HolyPowerAlt. В общем, если что, добавляйтесь в друзья и, может быть, что-нибудь поделаем там вместе. Вот, ну, а я пока, да, нажму на паузу и доставлю данный груз на местное назначение, к местному назначению. Вот, собственно, наш дилижанс подъезжает. Вот он, можно в подзорную трубу посмотреть на остановке. Мы на него... Стой, стой, гадина! Блин, он на дальнюю остановку идет. Ладно, мы его подождем и, может быть, успеем запрыгнуть, когда он будет ехать обратно. Я успел почти добежать. Сейчас он пока будет разворачиваться, еще медленно едет, мы сможем, да, спокойно на него залезть. Хорошо! Фух, да, играть я, можно сказать, только начинаю, поэтому для меня в игре все новое и интересное... А, это разворачивается так? Окей. Вот, поэтому я еще не знаю всех остановок, дилижансов и всего-всего. Ну, многого очень не знаю. В общем, будем потихонечку разбираться, пока игра мне интересна. Есть в ней очень много вещей, которые я хотел бы попробовать. Вот, и, собственно, да, пока что мы едем, едем, едем к месту пересадки на следующий дилижанс. Вот. Ну, и когда-нибудь мы доедем до места, где нам нужно сдать это масло оливковое. Так, ну, полпути я уже прошел, здесь я, наверное, немного срежу, я проплыву на лодке вот это вот расстояние и потом пройду вот здесь, потому что на лодке плыть все-таки быстрее, как ни крути. И лодка берется там в самом начале игры по квесту и, собственно, проблем с лодкой быть не должно. Вот. Тримаран я пока что еще не строил этим персонажем и строить, наверное, его не буду, потому что тримаран... Тримаран... Гарпунный катер у меня есть у основного персонажа, вот, поэтому пока что этим персонажем я буду обходиться лодочкой, наверное. Но все-таки повзаимствую гарпунный катер у моего основного персонажа для дальнейшего, для последнего квеста, когда нам нужно будет перевести еще один торговый пак такой на соседний материк к нашим противникам, к нашим врагам, кошкам, гадским кошкам. Вот. Ну, хорошо. Я пока плыву и пока опять нажму на паузу. Я тут, кстати, забыл, что у меня у этого персонажа есть, ну, взята ветка музыцирования и есть навык игры на музыкальном инструменте, собственно, который увеличивает скорость передвижения немного. А вот, что довольно приятно. А вот товарищ, который нам нужен, мы практически пришли. Практически добрались. Ну, ну, да, есть такое дело, мы продаем в регион, давайте сначала задание возьмем, точнее, сдадим, я возьму из серого осленка. Окей, давайте, что мы сделаем, продадим, продадим, да, товар региональный за три золотых с половиной монетки. Все, есть такое дело. Теперь, следующее задание, изготовить плотный войлок и продать плотный войлок на полуострове Солрид. Собственно, плотный войлок изготовить можно только вот здесь, в этой мастерской региональных товаров, точно так же, как это масло оливковое, ну, как там оно называлось, я уже не помню. Можно изготовить только в холмах Лилиот. Вот, собственно, нам нужно сейчас будет, нужно будет собрать материалы. Это 30 козьей шерсти, измельченных злаков 50 порций и снова сертификат торговца. И потом с этими материалами прийти уже сюда и здесь все это дело приготовить. Давайте я сначала, мы, кстати, можем, да, в принципе, можем. Сначала вырастим ослика нашего, да, первым делом, я думаю, где он ослик. Вот он, ослик. Угу. Вот, и потом уже будем дальше делать это задание. Окей, материалы я собрал. Их, собственно, можно вырастить, можно купить, точно так же, как и с первым типом материалов. Я все это сам выращивал. Да, естественно, чтобы вырастить, собрать козью шерсть, нужно вырастить несколько коз, покормить их хорошенечко и постричь. Точно так же измельченные злаки делаются из злаковых культур вот этим, этим дурацким измельчителем, который я тоже ем. Ладно. Вот, собственно, теперь давайте мы вырастим нашего ослика. Для того, чтобы вырастить, нужно его разместить, немного поумиляться малышу, угостить его корнеплодом. Корнеплода у меня нет, но мы корнеплод можем купить. Продается он в саженцах, по-моему, да, самый последний. Тьфу, в саженцах, говорю, в семенах. Семена корнеплода, одну штучку покупаем, он растет там, по-моему, 10 секунд. Давайте сразу его прямо так вот здесь посадим. Он 30 секунд, не 10. Ну, сейчас вырастет. Магия паузы нам помогла подождать эти 30 секунд. И корнеплод у нас есть. Давайте покормим нашего ослика корнеплодом. Теперь нужно подождать будет еще, по-моему, секунд 40. Чтобы он немного окреп и подрос, возможно. Да, сейчас посмотрим. Да, еще 40, ну, 50 секунд фактически. Так. Вот наш ослик немного подрос. Теперь нужно его напоить водой. Вода у меня должна быть где-то, да, есть пара ведер. Искупать теперь его нужно. И, по-моему, подождать еще секунд 30, 50, опять же, окей. Вот, мы дождались. Теперь нужно, по-моему, с ним потанцевать. Да, гениально. Таким вот способом мы выращиваем домашних животных. Как бы это ни было. Так, хорошо. Ослик теперь у нас есть. И мы теперь можем сделать плотный войлок. Товар, который нам нужен. Груз, который нам нужно доставить будет. Черт куда. Все. Ослика, если мы прокачаем до 20-го левела, то он сможет немного ускоряться в погоне за морковкой. Так, ну, тут тоже я иду ближе к воде. Там я пересяду на лодочку и поплывем. Нам нужно вот куда-то сюда, по-моему, доплыть. Давайте сейчас глянем. Да, вот чуть-чуть дальше. Вот сюда нам нужно будет доплыть. Ой, ослика убивают. Ослика убивают. Уберем ослика, отозвем. Отзовем. Ты живой? Живой. Окей, погнали. Погнали. Сейчас я музыку врублю и погнали. Во. Уже быстрее. Вот, мы уже почти приплыли. Вот это пристань. Где-то там стоит вот этот вот, по-моему, или нет. Ну, короче, сейчас будем разбираться, кому нам нужно привезти этот пак. Я уже не помню, если честно. Так, по-моему, по-моему, вот это вот. Воу, воу, это плохо. Это плохо. Особенно, когда с тяжелым грузом, это очень неприятно. Неприятно. Так. Засмотрелся я на этих торговцев. Такс. Не теряй бдительности. Скупка товара. Вот кто нам нужен был. Угу. В любом случае, завершаем квест. Получаем немного монет в награду. И берем следующий, финальный уже квест. Самый тяжелый и самый опасный. За который нам дадут как раз вот голову из тыквы, из которой мы сможем сделать большое пугало. И земельный вексель. Целую гору земельных векселей, которые нам как раз нужны для... Да, которые нам нужны для проплаты наших домов. Теперь дома уже не за голду проплачиваются, а за вексели. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что нам нужно сделать теперь. Теперь нам нужно 30 яиц и 50 порций мясного фарша. Ну и опять же сертификат торговца. И крафтится все это безобразие вот в этом... В этой мастерской региональных товаров. В принципе, я сейчас отправлюсь туда, я думаю, да? И мы там все это дело скрафтим. Можно, кстати, даже, наверное, не пожадничать. Ривертон. И телепортнуться туда, в Ривертон. Хотя эти камни тоже нужно крафтить, которые используются для создания телепортов. И они расходуются, в общем. Тоже нужно на все очки работы, которые, кстати, очки работы-то заканчивают. Сейчас хорошо проходит ивент. Каждые 30 минут получаешь бутылку маленькую вот такую вот на... Нет, не такую. Вот такую вот на 100 очков работы. Вот эти три бутылки мне дали по достижению 30-го левела, как награду. Вот. И 200 очков работы я себе восстанавливаю таким образом. Все же. Не пожалею. Так. И... Пам-пам-пам нам в другую сторону. Сейчас мы туда на глайдере быстренько доберемся. У меня там материалы все уже тоже есть. По-моему, когда я еще играл на ЗБТ, с глайдерами тоже была проблема. И скрафтить более интересный глайдер, особенно вот такой вот, у которого есть этот реактивный подъем, это было очень сложно и очень дорого. А сейчас, на самом деле, очень легко. Буквально пару голды и все. Даже меньше, чем пара голды. Так-с. Яйца и мясной фарш нам нужен. Яйца... Я там курочек на общественной ферме выращиваю. Развожу потихонечку. Давайте я этот квест тоже возьму. Он нам как бы не нужен сейчас, но по дороге мы его сдать сможем. Радостная весть. Так. Где у нас склад? Вот наш склад. Яйца и мясной фарш. Отлично. Вот. Теперь создаем в этой лавке региональных товаров. А, нужен же точно этот же, как он называется. Сертификат торговца. В полезных мелочах. Что ты ищешь? Окей. Денюжка за перевозку вот этих вот грузов придет по почте там через какое-то время. Поэтому сейчас мы сразу деньги не получим за это дело. Провиант для путешественников. Провиант для путешественников. Создаем. И... континент для путешественников. Вот сюда. Скупчик морских товаров у нас где-то тоже есть. Это тот квест, который я только что взял. Да, вот здесь. Собственно, здесь я поговорю со скупчиком морских товаров. Это по этому квесту, который я только что взял у аукциониста. И отсюда буду плыть уже из двух корон. Буду плыть вот там примерно вот сюда вот как раз нужно. Собственно, самый кратчайший путь. Но он довольно опасный, потому что там... Медуза 50-го левела, которая, я думаю, очень быстро убьет персонажа 30-го левела. И тем более плыть на лодочке маленькой просто так не получится. Желательно скрафтить себе все-таки катерок. Катер мы крафтили. Есть видео о том, как мы крафтили катер еще когда-то давно на ЗБТ. Да, но смысл остался точно таким же. Только материалы немного поменялись. Вот. Поэтому подробнее об этом я говорить не буду. Сейчас я приведу этого персонажа долгим-долгим путем вот сюда. В эту локацию. И моего основного, с второго компа, тоже сюда отведу. И мы на его катере поплывем через море. Как-то так. Так. Вот я добрался туда, куда я хотел добраться. Вот мой галактики. Половник галактики стоит. Давайте мы возьмем всякие эти квесты. И сдадим вот этот квест, по которому нам сейчас дадут штуку для свиток корабела. Для улучшения корабельного оборудования. Так. Но вообще у меня тут очень плохое предчувствие. Потому что видел я здесь немало кораблей. Вот кто-то тут вот уже плавает. Вроде бы сейчас у меня получается 2 часа. По Москве, по-моему, тоже 2 часа. Вот. Это кораблик. По-моему, просто тут стоит, да? По-моему, это корабль НПЦ. А вот там вот маленький катерок плавал. Да что такое, не могу посмотреть. Маленький катерок вот там где-то плавал. И это потенциальные могут быть пираты, которые ждут тех, кто будет переправлять грузы с материка на материк. И также только что, вот буквально, ну пару минут назад, пока я вез этот пак, я вон с 2-го компа видел, как сюда приплыл вражеский галеон кошачий. И еще вместе с ним несколько катеров гарпунных и тут какие-то заварушки были. Поэтому чувство у меня не очень хорошее, но в любом случае, в любом случае, я думаю, что если даже что-то пойдет не так, то как минимум вам будет весело. Вы посмотрите, как очень увлекательно меня убивают, потому что вон на глайдере кто-то летит. Призывает вон кораблик, да, и сейчас тоже куда-то поплывет. И то, что он сейчас на данный момент вроде как союзный, да, для меня, это еще далеко ничего не значит. Значит, выйдя в открытое море, он сможет на меня напасть. Вот он даже посмотрел на меня. Куда-то поплыл. Причем у них кораблики более прокаченные. У меня простенький катерок, а у них на катерах стоят ускорители, поэтому они плавают гораздо-гораздо быстрее. Ну ладно, попробуем. Сейчас я призову корабль с второго компа, сяду этим персонажем за штурвалы, мы попробуем поплыть. Поплыть, плыть туда, вроде бы недалеко, но очень и очень опасно. Особенно сейчас. Ну посмотрим, что получится. Вот он наш кораблик. По идее за штурвал я сейчас должен без проблем сесть этим персонажем и смогу управлять кораблем. Вроде бы как, ну катерком, кораблем. Кораблем это не удалось использовать. Это печально. Это печально. А нет, в принципе все правильно. У корабля сейчас вон еще 2 секунды одна отставить бунт. То есть никто не может таким кораблем управлять. Но теперь мы можем взять штурвал и поплыть у корабля. Так, вот сразу война. В общем есть быстрые маневры. Есть выбор цели в радиус действия. Попутный ветер. Давайте мы так прикинем, куда нам плыть надо. Куда-то туда. Наверное попутный ветер я оставлю на случай, если вдруг мы встретим какие-то проплывающие мимо кораблики. У него 3 минуты восстановления. Судно будет двигаться с повышенной скоростью. Сейчас у меня скорость движения 12 метров в секунду. Но если вдруг кого-то увидим на горизонте, да, то сразу потопим. Но в любом случае, да, как я уже говорил, если кто-то задастся целью нас догнать, они догонят. Потому что, скорее всего, они будут 50 уровня, потому что начали играть намного раньше, чем я. И у них будет корабельное оборудование с ускорителями. Да, вот я сейчас открывал кораблик. Информация о корабле. Можно вот поставить ускорители сюда. У меня тут пусто. Что позволит кораблик ускорять. Плюс там, если там, может быть, паруса заменить, да, может быть, еще что-нибудь поменять. Сейчас уже появились улучшения корабельного оборудования. Может быть, если все это дело проапгрейдить, то катерок будет еще быстрее плавать. Но вроде бы пока относительно тихо и спокойно. Относительно. На этих островах, кстати, народ живет. Я там, когда плавал своим этим основным персонажем в галактике, то видел. Ну, вот где-то вот туда, по идее. Оп! А, фух, это какая-то медуза. Медуза, это не страшно, от нее мы уплывем. Она мне там ожог сделала. Вот, кстати, жуков этих нужно тоже поубивать. 50-го левела, гадские жуки. Так. Что-то, когда я плыл, их раньше не было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жуки. Топим. Топим, может быть, они отстанут. По-моему, галактики уже погиб. Ну, отстаньте от меня, гадские жуки. Ну, ладно, мне там... Он не нужен. Хотя, как вот он не нужен? Нужен и кораблик-то пропадет. Кораблик пропадет. Блин, да, я отозвать корабль не смогу. Это печально, что-то я через жуков тут проплыл не в тему, реально. Очень не в тему. Может, они тут спавнятся в определенное время? Когда я плыл... Этим, галактики, да, то... Не было... Не было никаких жуков. Странно. Странно. Ну, мы уже, в принципе, близко. Вон, я вижу уже пристани. Вроде бы как. Снова жуки. Так, не надо. Не надо нам, жуки. Стоп, это не пристани. Это какой-то маленький островочек. Где тогда наши пристани? Остатки крови, ребята. Здесь кого-то явно прессовали. По-моему, кстати, еще... Я даже не знаю, если честно, сколько будет стоить ремонт корабля. Может, он обойдется мне очень в большую сумму. Так. Что-то вот это мне не нравится. Сейчас меня еще затянет туда. Так. Ладно, я думаю, что пора бы с кораблика мне слезть. Потому что корабль вызывает дополнительное внимание и подозрение. И сейчас я слезу с корабля, отзову его, попробую вторым персонажем. Сейчас я даже на паузу нажимать не буду. Сейчас мне стоить, не подгоняю. Если не отзову корабль. Так. Ну, раскрешаемся. Давай, детка, давай. А фиг там. Фиг там. Говорят, что мне надо подплыть ближе. Подойти к кораблю. А это... Что-то план не очень. Так. Я, короче, спрыгиваю в воду. Я уже вижу там кого-то... Нехорошего корабль в расход ушел. Реально корабль ушел в расход. Я пока поплыву. Надеюсь, меня никто не заметит. И у нас мы сможем спокойно... Ох, вон кораблик плавает. Отзываю. Там рубилово какое-то идет. Мне надо бы всплыть, подышать чуток хотя бы. Мне бы хотя бы дойти до НПЦ. И выполнить квест. И все. И на этом как бы... Дело сделано. Но это может оказаться... Довольно сложным заданием. Если там будут... Вражеские кошки, то беда. Так. Э, какое удушье. Я уже всплыл же. Какое удушье. О чем ты? Игра. Не надо догнать. Так. Давайте посмотрим... Где? Где-то здесь. Продать провиант. Ладно. Давайте ускоримся немного. Нам, по-моему, на пристань тут забраться. Всего лишь надо. И задание будет засчитано. О! Отлично. Продать провиант. Уже засчитался. Все. Это самое главное. И теперь... Теперь нужно просто вернуться и получить свою награду. Ну, давайте мы попробуем таки действительно продать этот провиант. Дойти до нужного нам НПЦ. И сдать эти товары. Вон там бегают уже коты. По-моему, меня спалили. 30-го левела. Какая-то кисся. Да, она меня вон... А, точнее, 15-го левела кисся. Выделила меня в как цель уже. Так. Давайте я немного бутылку с маной выпью. Чтоб потом ускориться, если что. И кому, если честно, тут сдавать... Я... А, вот. Где-то здесь. Кисси, привет. Я надеюсь, ты мне мешать не будешь. Банда Винни-Пуха. А, нет. Она решила мне помешать. Да. И тут стражники. Стражники. Да. Стражники. Если бы я на нее не напал, то я бы смог бы пройти нормально. А так она отжала, да, мой пак. Если бы я не напал, ну, я не смог бы пройти. Она бы меня в любом случае убила бы, да. Если бы я не защищался. У меня не стелса, ничего нет у этого персонажа. Он у меня как альт. В общем, вот нужно было вот сюда сдать. Или... Вот этому или этому товарищу. Я был очень близок. Я был очень близок. Ну да ладно. Самое главное, что... Дело сделано. Самое главное, что дело сделано. И мы можем возвращаться... Сейчас я давайте посмотрю, что там с моим корабликом. Отлично. Кораблик в целости и сохранности остался у моего основного персонажа. У галактики. Который погиб героически, спасая жизнь данному персонажу. Да, и чтобы он, этот персонажик, мог доставить груз туда, куда нужно. И, собственно, да. И смог построить пугало. Давайте теперь вернемся к нашему пугалу основному. Срубим эти две оливы, которые там растут. И построим пугало побольше размером. Ну, во всяком случае, скрафтим его. А потом я разместить уже подумаю, где его размещать. Потому что с местами, на самом деле, есть определенные проблемы. Особенно, если хочется несколько пугал поставить рядышком. Да, моих два персонажа. Ну, то бишь, мой и, скажем так, аккаунт Наташки, моей жены. Надо выбрать местечко более интересное, чтобы мы могли там поставить дом. Я как раз этим персонажем уже и собираю ресурсы на строительство дома. У меня еще много ресурсов в этом лежит. В банке, в хранилище. И у другого персонажа, у галактики, собственно, тоже есть еще какое-то количество ресурсов. Еще немного. И мы построим фермерский дом. И у нас, получается, будет фермерский дом. И два больших пугала на двоих. Вот. Что, в принципе, уже приятно. Можно начинать заниматься фермерством будет. Будет выращивать коров, курей и все-все-все-все остальное. Так. Давайте пилим. Или не пилим. Наверное, даже пилить не буду. С них выпадет там совсем мало дерева. Очки я лучше потрачу на что-то другое. Да, мы его, старое пугало, сносим. Оно сейчас упадет к нам в инвентарь. В инвентарь, говорю, на почту. Как только мы его снесем. Это дело можно поломать. Оно сейчас исчезнет. И эти оливы станут достоянием общественности. Так. Пожар в общине. Забираем. И письмо удаляем. Так. Теперь нам нужен станок верстак, по-моему. По-моему, верстак. Обработка дерева, ширмы и изгородя. И теперь нам чертеж пугало. А мы квест, собственно, не сдали. Я что-то разогнался. Да, мы квест забыли сдать. Все хорошо. Сейчас сдадим. Мы не получили же еще голову, правильно? Я уже собрался. Собрался крафтить пугало. В общем, для крафта нам нужен вот этот вот чертеж. Старого пугало, маленького нашего соломенной шляпи, которую мы на 10 левеле получаем. Запростенький квестик. И, собственно, голова тыквенная, которую сейчас мы возьмем. Фух, видео получилось, да, на 40 минут практически. А в реальное время, ну, наверное, около полутора часов у меня на все ушло. На все эти перевозки и на все остальное. Ну, где-то так, я думаю. Ну, короче, немало, да. Немало. Ну, пугало того стоит. Так. Угу. За морями. Я видел, что там за морями. Не надо рассказывать. Не надо. Ничего, когда-нибудь я докачаюсь до 50-го левела и покажу всем этим кошкам. Так. Ширмы изгородей. И вот оно. Большое пугало. Угу. Чертеж пугало с тыквенной головой. 16 на 16. И у нас в итоге 50 векселей нам дали по заданию и еще 10 за снос старого пугала. По-моему, отлично. Теперь осталось выбрать только место. Выбрать место. Но я, наверное, даже это пугало сейчас размещать не буду. Дождусь. Там есть места, где домики, точнее не домики, а пугало неуплаченные есть. И завтра они станут свободными. Я их снесу, если меня никто не опередит. И попробую построить там как раз дом. Буду строить. И вот это пугало поставлю рядышком. И второе пугало перенесу тоже там. Через еще, по-моему, через несколько дней должно место будет освободиться. Ну, это и в идее. В идеале, точнее. Если все получится так, как надо. Ну, а пока что буду заготавливать дальше ресурсы для дома. Вот, собственно, можно позаниматься обработкой камня. Потому что на фермерский дом, не фермерский дом, точнее, а дом с соломенной крышей, по-моему, называется. Там нужно, по-моему, 10 упаковок, 10 грузов строительного камня. Это тысяча вот этих вот каменных блоков. Мне еще, короче, их крафтить и крафтить. По-моему, даже можно сразу вот прямо сейчас уже пить эти бутылки, которые мне дали за 30-й левел. Не стесняясь. Раз я хочу дом построить. Ждать я не буду, да? Так-то очки работы восстанавливаются, но... Я уж лучше сейчас покрафчу. Хорошо, ребята, все. На этом дело сделано. Видео я буду заканчивать. Всем огромное спасибо, что смотрели. Всем спасибо, кому было интересно, кто поставил лайк или дизлайк. Тоже вам спасибо. В любом случае, спасибо за оценки видео. И напишите в комментариях, будет ли вам интересно смотреть какие-то дальше видео по данной игрушке. Или нет. В общем, как-то так. Хорошо. Всем спасибо за просмотр. Еще раз всем пока. Увидимся в следующей серии.